Суть демонстрации Модное есть слово, унифицированная коммуникация Реально слово модное, употребляет все, кому не лень Но на самом деле оно появилось и оно, скажем так, что оно означает выше, чем телефонию Ну то есть это, понятное дело, это коммуникация, телефон, видео Но еще есть... Так, как же... Не угадал, не угадал Так вот, что же дает имфицированная коммуникация, кроме телефонии Это instant messaging, presence, с обмен файлами Ну то есть, как я говорю, ASCA style То есть старая добрая ASCA, которая нам известна Сейчас мы... Вот как все коннектится А, в сторону назад Уинфицированная коммуникация Это... Ну то есть, как я spacious А, где у нас можно исполнить Уинфицированная коммуникация А, самое главное, что мы действуем Стоян есть Уинфицированная коммуникация Экип в космос Так вот, соответственно, что добавляет, это различные вещи, типа, там, presence, там, start messaging, там, передача файлов. Что интересного предлагает Cisco, да, с одной стороны, наши коллеги по цеху из компании Microsoft говорят, что, если вы возьмете, там, билетов, пачку, да, Enterprise Agreement и прочее, то, соответственно, вы получите бесплатно, там, кусок линка. Что говорит компания Cisco по этому поводу? Не надо брать билетов, пачку, вы все равно получаете instant messaging, presence, передачу файлов и прочее абсолютно безвозмездно. То есть, если у вас есть любая организация, сейчас я только вот сеть подхвачусь, о, она все подхватывается. Если у вас есть любая организация, любая телефония, неважно, кого там и чего, и вам нужно добавить чат, presence, групповой и чат, передачи файлов instant messaging, совершение Cisco, мы это сделаем абсолютно бесплатно, причем, более того, без каких-то обязательств с нашей стороны, каких-то покупки Enterprise Agreement. У нас есть продукт, который называется Jabber for Everyone или Jabber Instant Messaging Presence. Чем он отличается от обычного Jabber? на самом деле отличается всего лишь тем, что он не умеет сейчас, это сейчас, он не умеет звонить, аудио, видео. Но он умеет интегрироваться с Microsoft Active Directory или с любым другим директором. Он умеет делать instant messaging presence, он умеет делать интеграцию с Outlook, он умеет делать передачу файлов, шаринг экрана, single session, multi-session чат, ну, фактически все то, что отличает UC от обычной телефонии. Причем не важно, что у вас стоит, как телефонная станция. В Panasonic, CIS, Connartella, Wai, абсолютно не важно. Более того, версия, которая, ну, нас обещает версию в первой половине следующего календарного года, версия, которая должна добавить к этому всему делу еще и абсолютно безвозмездные звонки Jabber to Jabber. Вот, собственно говоря, если убрать вот эту иконку переключения звонков, видите, вот иконка, то есть выбора звонков. Весь остальной функционал, это функционал, который, собственно, у нас доступен. То есть мы можем начать с кем-нибудь чатиться, мы можем пригласить человека в чат. Сейчас это интегрировано, естественно, с корпоративным директором, да? Все. Мы добавили ее в рейтологию, например. Видишь, это елки-балки. С языком, например, нет. И, соответственно, мы можем сделать, например, что? Видите, есть очень интересная вещь, которая, кстати, тоже не все пользователи чат, не все пользователи Jabber знают, что она работает. Вот ножнички такие нарисованы. Нажимаем, выбираем любой кусок экрана, который нам надо. И, соответственно, отправляем коллеге. То есть даже без шаринга десктопа, без ничего, да? Малти-сешен-чат групповой отправили, например, коллеге. Можно сделать шаринг десктопа. Можно, вот если у вас уже есть вемикс, тогда можно вызвать в конференцию. Можно добавить, передать файл какой-нибудь. Максим пришел в лицензию, да? Вот лицензия. Ну, колл-студия – это тысяча семь, наверное. Да, то есть, соответственно, передаем лицензии. Да, все, естественно, криптовано. Все работает, кстати, тоже, чтобы понимать, все работает через интеркомпании. То есть у меня, например, есть люди здесь, да? То есть, несмотря на то, что чат вроде цисковский, у меня есть люди еще инкомовские, которые подключены, да? Ну, то есть из внешнего мира. Есть люди, просто они сейчас не в онлайне, поэтому не показывают. Есть люди из Майкрософта. То есть это все эти вещи, которые вы можете… Все, кроме звонка, все, кроме звонка, вы можете получить на сегодняшний день абсолютно бесплатно. То есть, единственное, что нужно, поскольку я сразу предвещаю вопрос, да, типа, откуда оно будет работать. Все, что вам для этого нужно, это, опять-таки, виртуалки на ESXI, на XS6-машинах. Объясню сразу логику. Дело в том, что самая, ну, самая, скажем так, основополагающая разница между любыми вещами в социальных сетях и здесь, это безопасность. Уровень безопасности какой? Социальный, любой публичный провайдер, социальная сеть приравнивается к публичному провайдеру, обязан работать с СОРМом. Обязан. Он должен предоставлять доступ в связи с службом. Он обязан это делать. Он иначе не сможет работать. Корпоративное решение должно препятствовать этому всеми силами. То есть вот это самый, самый главный момент, который должен, ну, выполняться. Потому что он должен умереть, он должен перестать работать, да. Социальная сеть не должна умирать. Вот ее, ее могут ломать, она должна стоять, да. А это может умереть, но оно не должно дать к себе доступа. Социальная сеть просто может пересесть на вашу группу? Ей нельзя это сделать. А потому что ее накроют. Не, вы себя создали. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Смотрите, мы создали это внутри компании, и мы общаемся с другими внутри компаниями. А мы вам продаем продукт, а не услугу. Ключевой момент. А я могу как услугу проделать. Да. То есть, на самом деле, это есть там целый ряд законокрючковатостей, да, даже не законотворчества, которые запрещают пользоваться действительно устойчивым криптовещам, да. Я вам скажу даже больше, что мы когда предлагаем, например, есть некоторые страны, в том числе и ближайшие наши соседи, где мы не можем напрямую продавать WebEx. По одной простой причине. Потому что мы не даем доступ Сорма к нашему WebEx. Вот не даем им все. Соответственно, что делается? Они должны всегда ставить бридж, который дает доступ к Сорму, подключать его уже к облакам. То есть, чтобы в них была точка контроля. То есть, это вот принципиальная разница, которая, собственно говоря, существует. может, но мы этого не делаем. В теории. Ну и плюс еще, плюс еще на самом деле момент идет, да. Дело в том, что все решения, которые мы предлагаем, у нас, скажем так, обязательно или желательно интегрированы с корпоративным доменом, с корпоративными какими-то правилами, да. Авторизация. Фейсбук. У вас безопасники порвут, если вы пробуете Фейсбук через домен авторизовать. Я купил, проявлял эту штуку и запускаю свою корпорацию. Как сделать? Вот так оно и приходит. Специально. Не важно. Смотрите, в этом плане на самом деле все намного проще. Почему? Потому что мы являемся публичной компанией. Не-не-не-не. И мы обязаны enterprise-продукты защищать. То есть, нет, но на самом деле это не… Какой вопрос у вас вопрос? Ну, вопрос философический, но в публичных компаниях международных так не проходит. То есть, обычный, любой оператор связи обязан это делать, и это говорится в его должностных, скажем так, обязанностях, да. Когда продукт выпускается в МТПРС-классе, оно должно этому препятствовать, и это говорится в его должностных обязанностях. То есть, это жесткие есть положения такие. Нет. 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 Не обязательно джабер. Например, у Майкрософта точно джабера нет. У меня Майкрософтовцы есть. То есть, у нас есть два варианта. Первый – это называется интер-домен федерейшн. Когда мы работаем с доменами. Интер-домен у нас бывает IBM. Синтайм, Cisco другая и Майкрософт. То есть, это интер-домен такой. И второй момент – это когда работаем через АОЛ. АОЛ – он платный сам по себе. Американ онлайн. То есть, все, кто имеет коннект в Американ онлайн, вы можете взять джабер, тоже взять коннект в Американ онлайн и через него работаем. Это такая общая игровая практика. АОЛ – это такая главная обменная, скажем так, сеть для этого. Но она, к сожалению, не платная. У нас 100 Майкрософтов, да? ЛИП. Да. Ну, то есть, условно говоря, с Майкрософтом мы работаем через АОЛ. То есть, у нас интер-компанит коннекта нет, естественно. Они имеют АОЛ, Cisco имеют АОЛ, мы через АОЛ работаем. С инкомом мы работаем интер-компанит. Ну, то есть, с партнерами мы работаем интер-компанит. То есть, мы между двумя компаниями устанавливаем. Опять-таки, это не VPN ни в коем случае, да? Это просто мы говорим, что СИП-сообщением, и СИП-сообщением с такого-то адреса на такой-то адрес доверять, и можно обмениваться. Конечно, конечно. Чтобы вы понимали, у нас есть некоторые продукты, которые бывают в крипто- и не-криптовариантах. Но продукты, которые выводят наши UC, например, за границей сети Expressway, они only-крипто. То есть, их не-крипто не вивает, в принципе, в природе. В чем, кстати, прелесть? Я вам скажу интересный момент. Дело в том, что есть места, где нельзя использовать VPN. Ну, то есть, я не знаю, там некоторая гостиница с тем, что я сталкивался. В принципе, VPN, ну, не всегда удобен на мобильной платформе. Так вот, наш джавер... Опять-таки, это UpToYou. Нравится, не нравится. Наш джавер умеет работать... Вот у меня с телефона, то, что я показывал с этим самым, это без VPN. То есть, это идет шифрованная установка сигнализации, сшифрованный медиастрим, но само устройство не VPN. Есть противоположная, на самом деле, ситуация. Берем страну, например, Азербайджан. То есть, это страна, в которой закрыт СИП на границе сети. То есть, без VPN, криптованным СИПом, вы не выйдете. Нелегим образом. Соответственно, вы что берете? Поднимаете VPN с мобильного устройства, и джавер внутри VPN работает. То есть, у нас в этом плане достаточно гибкий подход. Да, можно так, можно и сяк. И это гарантированно означает, что вы останетесь на связи всегда. В чем еще прелесть, кстати, без VPN технологии, и в чем прелесть Cisco, как компания, которая исповедует реальную поддержку стандартов. Даже криптованный RTP, он понимается теми сетями, которые могут приоритизировать трафик. Если бы у нас был пропрайтерный протокол, как в некоторых, или если бы у нас наброшел сигнал внутри VPN, это труба, это непонятные пакеты, их никто не может приоритизировать. А вот те виртуальные машины, о которых вы говорите, они есть какие-то предосстановленные версии, возможно? Чтобы без партнеров можно скачать и попробовать посмотреть. Нет, смотрите, у нас логика работы вся компания Cisco, это работа через партнеров. Всегда бывает, это опять-таки ничто не мешает вам обратиться к партнеру, для того, чтобы он отдал эти виртуальные машины. Ну, то есть за спрос не бьют от раз, во-вторых, если кто-то из партнеров попробует продать виртуальную машину, вы свистите меня, которая бесплатная. Так вот, распространяется, что такое виртуальная машина, например, в Call Manager, например, Presence Server от Cisco, это ISU образ. Вы делаете, есть OVA файл. OVA файл – это темплейт для Web Variant. То есть вы делаете OVA файл, запускаете ISU образ, и, соответственно, при должном опыте инструкциях, знания английского языка, вы проводите инсталляцию. А конфигурирование этих машин через Web-интерфейс? Да, абсолютно верно. То есть, скажем так, я вам могу привести очень простой пример из своей жизни. Я занимаюсь телефонией, наверное, года с 2000-м, чтобы не соврать. Я отменил, ну, фактически там, все виды телефонных станций, которые есть на наших тренах. То есть я не отменил, конечно, NECI, которые там… На Западе Элимитейл популярны, но Нортел, Сименс, Ауайю, которая еще была, Люсин там, которая Дефеня была, ЦИСК, это то, что я отменил руками своими. Так вот, я вам сказал, единственная телефонная станция, которую я ставил даже в продакшн, реально в продакшн, в том числе в добрых, хороших банковальных, не прочитав ни одной страницы документации, и они там работали, эти телефонные станции, это колл-менеджер. Ни одной страницы документации не прочитал. Я прочитал впервые, первую докупу по колл-менеджеру в 2006-м году в ЦИСК, когда я пришел, и мне надо было для заказчика вести семинар. Вы понимаете, уровень ее, условно говоря, дружелюбности. Это раз. Второй момент есть еще, он, скажем так, очень категоричный. Дело в том, что я по жизни не сетевик, я по жизни связист, я по жизни телефонист. Поэтому я тяжело отличу там TCP от IP, BBPA и прочие вещи, но для меня близки любые, любые терминологии, которые связаны с публицизацией голоса. Что такое там колл-экспрессия, что такое там ВВАЕ вектора, я это закрытыми голосами в любой момент времени не скажу. То есть мне, условно говоря, между телефонными станциями перепрофилироваться, ну, очень легко. Ну, если начинает колл-менеджер отменить такой true-сетевик, да, который там умеет вот TCP, IP, там и прочее, рассказывать вещи, ну, то есть ему будет тяжело, конечно. Почему? Потому что телефония, она имеет чуть другой принцип жизни, чем сеть. Поэтому я бы скажу так, что по жизни я бы рекомендовал это вместе с партнером, как договоритесь там, неважно, да, то есть просетапить, сделать какую-то базовую настройку. Колл-менеджер, чтобы я понял, чтобы вы понимали, просто даже те лицензии, которые я говорю о том, что они стоят вдоль, их все равно надо заказывать. Ну, то есть это должен быть формальный заказ, должна быть отгрузка лицензии, это все равно заказывается, да. Но без всякого заказа, без ничего, просто взяв образы поставил, работает в полном функционале, без любых ограничений количества на качественных, два месяца. То есть можно себе поставить, поиграться так, поиграться это, переставить, что угодно сделать, разобрать функционал, посмотреть там, что где и как. Как виртуальная маша, включая ваш жагер? Два месяца? Да. Сейчас скажу. Колл-менеджер и презент два месяца, колл-центр... Не, он просто туда с колл-менеджеров вылеживается. Колл-центр два месяца, вебекс шесть месяцев. А так остальные два месяца. То есть бесплатный жанр, о котором вы говорили, тоже два месяца? Не-не, бесплатный он всю жизнь. Я о чем говорил? Что даже те лицензии, которые стоят больше денег, их надо заказывать? Вот есть вещи, которые наша бухгалтерия не понимает, да? Что надо все равно разместить заказ за ноль денег. Так вот, не размещая заказ, вы можете просто поставить и два месяца жить. А есть обратная сторона бесплатности? По статистике? Есть ли обратная сторона бесплатности этих любых актов? Шиковой звезды. А зачем? Ахты сбора статистики и последних индусов. Смотрите, в чем особенность компании ЦИСКО? Она является исключительно коммерческой организацией. Да? Поэтому вся суть бесплатности сводится к тому, что вы будете пользоваться пользой за пользой, и потом вам захочется позвонить, захочется платных функций. И вы наступите к уплатным решениям. То, чтобы знать, кому вы писали и что, вот поверьте, с точки зрения денег, оно не интересно. Мы не шпионская организация, которая другует секреты. А у нас главное, поскольку ЦИСКО – это публичная компания, которая, ну, ее весь успех – это монетизация, да? Соответственно, наша задача сделать бесплатно вам настолько хорошо, чтобы вы пошли дальше к нам бесплатно. То есть, опять-таки, то, что мы говорим, то, что я вначале говорил, да? Видеоконференция, бесплатная ЯТО, все, как хочешь подключать, да? Никакого там потвоха нет. Важная задача какая-то? Что вы потом будете покупать, я не знаю, там, терминалы такие. Кто-то будет пользоваться чем-то бесплатным, кто-то где-то возьмет полипон, да? Потом понравится, посмотрите, такой, вы будет терминал там обратно. То есть, вся задача такая. Задача, я знаю, в чем, чтобы сделать вам максимально комфортно, максимально удобно пользоваться конкретно нашими продуктами. То есть, абсолютно честно и открыто. То есть, нет такого, что посмотреть, куда ты звонила, а потом немножко пошантажировать. То есть, вреда такого никогда не было. То есть, прецедентов нет. Кто-то еще хочет задать вопросы? Поднимайте руку тогда. Тогда все. Большое спасибо вам за внимание. Аплодисменты. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование, как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сфере вместе с ЦИСКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова